Мария Кац – первая конкурсантка на Евровидении от России. Тогда, в 1994-м, она в образе ЮДИФ исполнила песню «Вечный странник». Девятое место было достойным результатом для дебютирующей страны, но на родине это посчитали провалом. Мы встретились с Марией Кац, чтобы узнать, чем она занимается сейчас, что думает о Евровидении и насколько правильным было решение в сложной для России 90-е принять участие в этом дорогом музыкальном конкурсе. Как раз именно в такой период и сложный экономический момент для страны нужно было интегрироваться в мировое сообщество, музыкальное в том числе, потому что это агент влияния музыка на все общество в целом. Этого нельзя игнорировать никогда и ни в какие времена, тем более в тяжелой. Поэтому решение, на мой взгляд, было принято настолько верно политическое и настолько это было правильно. Другое дело, что да, первое выступление наше здесь не освещалось, здесь еще конкурс не был так популярен. Все было действительно по-честному. Я действительно не могла себе представить, что на следующий день я проснусь победительницей отборочного национального тура конкурса Евровидения. Мы начали готовиться, придумали образ, продюдив, все вот это. Мы не рассчитывали, что мы выиграем, и нам придется это имя каким-то образом оправдывать и, я не знаю, приподнимать этот псевдоним. Вот когда мы выиграли отборочный тур, стало понятно, что имя серьезное, что нужно найти такого же интересного, креативного, немножечко с чудинкой режиссера, который это сможет действительно правильно преподать. Нашелся такой человек, это Валентин Гневшев. Вот, кстати, его фотография. Это мы с ним со съемок клипа, который придумал, что мы будем делать ожившую картину Климпта Юдифи. Понимаю, что мы выходим на европейское просвещенное сообщество, идти туда с медведями, с цыганами, и чтобы у медведя все зубы золотые, глупо и неприлично. И мы пошли туда с тем, что было понятно европейской публике. Это был фактически цирковой номер, вокально-цирковой номер. Для них не было вопросов, почему Юдиф и что она изображает, эта девочка. Вопросы возникли только здесь. Вы не представляете, сколько я прочла, сколько я посмотрела работ, в каких-скольких музеях я побывала, прежде чем вообще что-то осознать, понять, переработать и превратить этот образ в действительно ожившую картину Климпта. Отсюда и платье-трансформер, отсюда и эти руки, которые казалось всем какие-то неестественные, писали, что неестественные руки. Да нет, ребята, все естественное. Если бы вы увидели картину Климпта Юдифи и посмотрели бы в принципе все работы, связанные с этим именем, вы бы поняли, что ничего лишнего в этом не было. Для дебютирующей страны девятое место – это же небывалый успех. Потому что они же никогда выше восемнадцатого места дебютирующую страну не ставили. Когда вдруг девятое, я глазам своим не поверила. Вся история с Евровидением для меня окутана какой-то мистикой, честное слово. На следующий день, уже ночь после конкурса, улетели. Я летела, просто спала в самолете и думала, интересно, как встретят дома. Дома встретили, вот реально закидали помидорами. Дома встретили отвратительно. Дома никто не сказал мне ни одного доброго слова. Скажем так, мои надежды в связи с конкурсом на скачок и рывок в карьере не оправдались. Все, что со мной происходит, это, конечно, благодаря тому, что я первая участница Евровидения, не вопреки, безусловно. Но вот так, чтобы вот прямо опа, и я свечой вошла в Олимп, нет, такого не произошло. Более того, вообще не было пять лет практически никаких нормальных выступлений. На телевидение никуда не приглашали, именно потому что считали, что это провал. Пока разобрались и ложки нашлись, осадочек у всех остался. У меня был неприятный инцидент, когда я уже была загримирована и должна была сниматься, но выключили свет, подошел продюсер, с меня сняли петличку и сказали, а в чем дело? Почему вечером вы были утверждены, а утром вас сняли с эфира? Я не знаю, в чем дело. Но, видимо, это отголоски того самого состояния, того самого приема, который я ощутила после Евровидения. Еще раз вам говорю, я ни секунды в себя ни в чем не виню, в том плане, что я все, что могла сделать, сделала. Я так старалась. Потом был еще один проект новогодний, где меня привлекли именно на волне Евровидения. Мультфильм «Анастасия», да, это моя первая большая мультработа. Я пела за принцессу. Это красивейшая песня, да. Стала моей визитной карточкой потом. Я не говорила за нее, я за нее только пела, потому что потом были работы, когда я и говорила за персонажа, и пела за него. Например, «Рапунцель. Запутанная история», где я пою за матушку Готель и за нее же говорю. Ух, работа я вам скажу. Интересная. Дочь вообще считает, что и матушку Готель с меня рисовали. Злая колдунья. Наконец-то мне доверили спеть злую колдунью. Потому что петь героиню, ну да, непонятно, романтично, интересно. Интереснее злодейку. Я музыкант, я певица, я пою. Я занимаюсь тем, что я очень много продюсирую, преподаю. Я написала учебник. Он проиллюстрирован блистательными совершенно работами Андрея Вадимовича Макаревича. Потому что я книгу-то писала много лет. У меня дневник. Я много лет веду дневник. Еще с молодых ногтей. И когда я начала преподавать вокалы, и выстроилась какая-то система, я стала заносить туда заметочки. И в какой-то момент это превратилось в рубрики. В главы. Я дала ему почитать. Он мне сказал, что я должна обязательно закончить работу, обязательно написать до конца. И я это сделала. И даже он мне помог найти издательство. То есть низкий ему поклон за вот этот его душевный такой порыв. Тем более, что и без его иллюстрации книга совсем имела другой вид. Она превратилась в арт-объект благодаря его иллюстрациям. Дело в том, что очень долго он не мог ничего нарисовать. Около года. Маша говорит, что не понимает, что мы будем рисовать. Не понимает. Тогда я приехала к нему. Мы тяпнули. Чуть-чуть. И он взял в руки карандаш, бумагу. Я стала объяснять. Я стала объяснять, что такое опора. Ну, представь, говорю, что у тебя внутри, внизу живота лежит кирпич. И он тут же нарисовал человечка с кирпичом внизу живота. И так вот буквально слово за слово он проиллюстрировал ровно за один вечер. Потом он доработал, нарисовал на чистую, что называется. И я получила это в руке. Он сейчас во Франции выпустили книгу без его иллюстраций. Она совсем по-другому выглядит. В общем, не стою на месте ни одной секунды. Я преподаю в Высшей школе музыки имени Шнитке. У меня замечательный класс. Более того, мы создали сайт онлайн-школы, где любой желающий может пройти курсы по обучению вокала. Он весь построен на моем личном опыте концертном и студийном. Поэтому это такая большая моя работа. Ну и, конечно, я очень много выступаю. Очень много выступаю. И с группой Квадро. И у меня есть такой проект, музыкальная гостиная Маши Кац, где я пою только то, что я считаю нужным, что интересно именно мне. РЭК «Российский еврейский конгресс» — это благотворительная организация, которая занимается помощью на федеральном уровне, федеральные программы, образовательные. Я состою в Женской лиге и в Попечительском совете. В основном я занимаюсь именно женскими вопросами. Это очень интересно. Это как-то, во-первых, это делает мою жизнь необходимой, нужной, что ли. Я что-то делаю важное не только для себя, но и для кого-то. На самом деле заслуг моих очень немного там, совсем мало. Попала я туда благодаря тому, что я вышла с инициативой создать Торы для невидящих людей. И надо сказать, что очень быстро мы получили отклик, нашли спонсоров. Торы эти созданы, они есть. И человек, который не видит, может почувствовать, прочесть. Это очень важно. Дело в том, что у меня папа был слепой, поэтому для меня это был вопрос такой прочувствованный, очень важный. И вот с этого, собственно, и началось наше сотрудничество. Сейчас я замужем, у меня чудесный муж. У меня взрослая дочь, ей уже 19 лет, она тоже музыкант. И вот я в этом вопросе очень счастливый человек, не обделенный вниманием ни одной секунды просто. Я, кстати, не из тех, кто будет говорить, «О, когда я была, было все лучше». Нет. Очень многое изменилось в лучшую сторону, что-то изменилось в лучшую. На то, что у конкурса совершенно точно есть свой музыкальный облик и свое музыкальное лицо. И что это как был конкурс песен и праздник музыки, телевизионный праздник музыки. Так это и осталось. Это важно. Конкурс видоизменился, конечно. В принципе, шоу-бизнес претерпевает большие метаморфозы в мире. Не только там в России или еще где-то. Посмотрим, может быть, скоро это станет рэп-конкурс. Продолжение следует...